Макдональдс Макдональдс Всем большущий бодрый привет На часах 5 утра На самом деле День директора Начинается очень рано Я выезжаю на работу Уже в 5 утра И еду По пустынным улочкам Живописным пейзажем Город пустой Все люди еще спят Первым на работу приходит Менеджер смены Он открывает предприятие За час до начала его работы Зал пустой Но буквально через несколько минут Двери откроются И у терминалов За столами появятся наши первые гости Свыше двух тысяч человек в Саратове Ежедневно начинают свой день вместе с Макдональдс Здравствуйте Можно мне, пожалуйста, макмархин сить салон секлоном и кофе С 6 до 10 утра у нас время завтраков В этот момент студенты, офисные сотрудники приходят к нам завтракать И меню специально адаптировано под утро Можно найти кашу, и блины, и омлеты, и рулетики с творогом На любой вкус Удобно перед работой зайти, посидеть, подготовиться к рабочему дню В такой спокойной атмосфере Уютной даже И, разумеется, вкусно поесть Каша для меня это прям спасение Потому что сам не успеваю ничего приготовить Утром быстрее стараюсь уехать Вот, и приезжаю сюда, и здесь уже ем Не знаю, насколько эта привычка вредная или хорошая Но без кофе в Макдональдсе не проходит ни день Вот Поэтому, да, частый гость Очень классно, как сегодня Погода, ветерок И посидеть, попить кофейку, поразмышлять В Макдональдсе очень круто То есть для меня это практически ритуал Каждый день предприятия быстрого обслуживания Макдональдс в нашем городе посещают 13 тысяч человек Так и еще в начале нулевых саратовцы только мечтали о том, чтобы в городе появился культовый логотип в виде знаменитых на весь мир золотых арок У меня был день рождения, 14 лет не исполнялось И у меня был выбор, либо отмечать день рождения с друзьями, либо в Москву с сестрой Но она меня отведет в Макдональдс Ну и что я выбрала? Конечно, Макдональдс И я все эти упаковки хранила до тех пор, пока не устроилась Мечты притворились в жизнь в 2004 году, когда 27 июля в самом сердце города на проспекте Кирова Свои двери для жителей региона распахнул первый саратовский Макдональдс У нас присутствовал на открытии президент нашей компании, в тот момент Хамзат Хасбулатов После того, как перерезали ленточку, большое количество людей, которые уже собралось к этому моменту, к моменту открытия дверей Зашло в ресторан, и там их уже встречала подготовленная команда 10 июля меня приняли на работу, до 27-го было открытие, и вот эти вот 17 дней мы готовили ресторан к открытию Нас обучали еще в закрытом ресторане, только по учебным материалам Показывали нам еще не работающее оборудование Вырезали котлетки из картона, показывали, как их будут закладывать в гриль для тех, кто обучался на кухне Нам показывали, как мы будем работать на кассе, еще вот, ну, просто на самом мониторе Тогда было 11 касс, меня сразу поставили на кассу Я стояла на кассе, общалась с гостями, улыбалась Очередь была колоссальная Картофель фри, чизбургер, Биг Мак и Кока-Кола были настоящими лидерами продаж в первые годы после открытия Привлекало посетителей и наличие бесплатного Wi-Fi Макдоналдс был настолько доступен, что сюда можно было забежать, чтобы просто проверить почту Мы сюда приходили как на тусовки, все столы были забиты друзьями Всегда ты приходил в Макдоналдс, ты обязательно кого-то встречал Огромный плюс это то, что в Макдоналдсе был всегда бесплатный Wi-Fi То есть молодежь еще и стремилась прийти сюда для того, чтобы посидеть в интернете Перекинуть друг другу картинки, посмотреть какие-нибудь прикольные видео Ну и заодно поесть Самые теплые и нежные воспоминания с этим местом у меня остались в моей памяти Поесть в Макдоналдс в то время мечтал практически каждый школьник А отпраздновать здесь свой день рождения считалось роскошью, которую могли позволить своим детям только люди с хорошим достатком День рождения я праздновал в 2007 году, мне тогда исполнялось 10 лет В то время это очень казалось круто И все мои друзья, все родные откладывали дела, чтобы прийти на мой день рождения Был, насколько я помню, крутой аниматор, который проводил этот день рождения Тогда еще были игрушки из Шрека И когда я открыл фикармил, там был код, который я очень давно хотел Не знаю, может мне это подложили туда, было сделано заранее, но это было очень круто Отреды легендарных деликатесов в Макдоналдс стремились не только жители города, но и всего региона Некоторые ради картофеля фри и бикмака преодолевали сотни километров Сегодня Макдоналдс по-прежнему остается любимым местом саратовцев Каждый день только на проспекте Кирова предприятия быстрого обслуживания посещают порядка 4 тысяч гостей За 15 лет работы эта цифра перевалила за 13,5 миллионов Было очень много гостей Мы помогали искать место, мы подсаживали гостей к другим Если кто-то занимал большой стол, сидел по 2 человек От открытия второго Макдоналдс в Саратове жителей города отделяли 7 долгих лет Ситуация изменилась в 2011 году Тогда на территории региона с разницей в несколько месяцев появились сразу два предприятия компании Второй Макдоналдс открылся осенью в городе Энгельс Третий уже в декабре 2011 года в Саратове на улице Чернышевского 1-А От первого Макдоналдс новые предприятия отличались тем, что делать заказы гости могли не только у прилавка, но и не выходя из собственного автомобиля Так жители Саратова и Энгельса познакомились с концепцией обслуживания МакАвто Скорость нашей жизни постоянно растет Мы уже не можем его представить без сверхбыстрого и удобного МакАвто Макдоналдс первым представил для наших посетителей эту удобную концепцию в виде МакАвто Посетитель, не выходя из автомобиля, может осуществить свой заказ Подъезжая на отдельную полосу для движения автомобиля, он делает свой заказ Дальше проезжает в окошко оплаты своего заказа и впоследствии его забирает За 9 лет работы 7,5 миллионов автолюбителей проложили свой путь через МакАвто Я свободно подъезжаю, делаю заказ, это секунды И буквально сразу оплатил, сразу получаю, это очень удобно Обслужили, улыбнулись, настроение подняли, классно, дальше поехал с настроением Ну и кофе здесь шикарное, я гуглил МакАвто работает 24 часа в сутки и востребован не только днем, но и ночью Любители чизбургеров, макфури и кофе приезжают сюда большими компаниями Поздней ночью не только подкрепиться, но обменяться последними новостями В центре нигде не встанешь, не припаркуешься, будешь волноваться А тут удобно, подъехал, хочешь на машине, хочешь внутри, взял и поел У нас очень большая компания и летом хочется проводить время на свежем воздухе А здесь отличная летняя веранда, где можно посидеть, обсудить последние новости И встретиться с друзьями, у нас их очень много, а столики вместят любое количество людей Развитие МакДоналдс в Саратове продолжилось осенью 2014-го В октябре предприятие быстрого обслуживания впервые открылось на фудкорте в торговом центре «Оранжевый» Вслед за ним в 2015-м МакДоналдс открыл свои двери для жителей микрорайона «Солнечный» Для удобства гостей здесь есть макавто, а еще детская комната с интерактивным полом для проведения дней рождений маленьких гостей Это место, где дети могут порезвиться, поиграть, им абсолютно не мешают взрослые И в этом месте можно пробыть сколько угодно В «Солнечном» есть уникальный интерактивный детский пол, который был одним из первых на российском рынке В апреле 2016-го МакДоналдс открылся на территории еще одного торгово-развлекательного центра «ФТАУ» А в декабре 2017-го в городе атомщиков Балакова Сегодня МакДоналдс – целая сеть быстрого обслуживания в нашем городе За 15 лет работы в Саратове и области его посетили свыше 25 миллионов человек Сюда заходят семьями, молодежными компаниями, здесь проводят деловые переговоры МакДоналдс выбирают по разным причинам Одни ценят чистоту, доступность и культуру обслуживания, другие – качество и безопасность продукции Третьи – то, что почти все ингредиенты от наших российских поставщиков Основным принципом работы МакДоналдс является обеспечение безопасности пищи и гарантии качества Вся продукция проходит определенное количество проверок Вплоть до того момента, как ее приготовляют на ферме, в производстве, на заводах И до того момента, как она оказывается на подносах у наших гостей Например, тот же самый «Биг Мак» Проходит более 500 проверок, прежде чем оказаться на подносе у наших гостей Для производства мясных полуфабрикатов МакДоналдс использует фарш только из стопроцентной говядины Без каких-либо других добавок Котлеты изготавливает, машина-автомат По конвейеру они поступают в морозильную камеру Мгновенно замораживаются и распасовываются За две восьмичасовые смены производится 45 тонн котлет А здесь, в московской пекарне «Истболт» производятся легендарные булочки Сырье локальных производителей Каждая булочка «Истболт» проходит контроль по 70 параметрам Все процессы – замес теста, выпекание, замораживание и хранение булочек, лепешек и другой продукции Проходит под строгим контролем и обеспечивает безопасность и качество продукта В качестве и безопасности продукции сомневаться не приходится МакДоналдс работает только с проверенными поставщиками Сегодня это 160 отечественных компаний В этом списке есть и саратовские производители, такие как «Солпро» В составе нашей фритюрной смеси используется высокоолеиновое подсолнечное масло Которое обладает низким содержанием насыщенных жирных кислот И высоким содержанием полезной для здоровья олеиновой жирной кислоты Таким образом, использование нашей фритюрной смеси позволяет обеспечить сбалансированное и правильное питание потребителя А также повысить производительность С компанией «МакДоналдс» мы начали сотрудничать с 2016 года Была очень активная процедура подготовки к этому проекту Все началось с того, что мы спроектировали линию, которая будет обеспечивать те объемы, которые требует наш клиент Соответственно, в 2016 году мы запустили эту линию Линия «Багинбокс» достаточно современного дизайна Она позволяет выпускать до 12 тысяч тонн продукции в год Соответственно, сейчас эта линия загружена практически на максимум Она обеспечивает продукции клиентов ресторана «МакДоналдс» практически на всей территории России Все продукты, включая уже приготовленные, имеют срок хранения За которым строго следит каждый сотрудник предприятия Сэндвичи и вовсе начинают готовить сразу после заказа Эта концепция позволяет не только предоставить гостям свежеприготовленные блюда, но и оптимизирует расход ингредиентов Сейчас «МакДоналдс» пришел на новую концепцию Каждый сэндвич готовится индивидуально для каждого посетителя Как вы только осуществили свой заказ, на кухню поступает заказ, и сотрудники наши начинают его приготовление Впоследствии, когда вы уже оплатили и, соответственно, присаживаете за столик, мы приносим ваш индивидуальный сэндвич «МакДоналдс» отвечает на 100% за качество всей продукции, которая приходит, хранится и готовится непосредственно посетителям Если говорить про овощи, то у нас есть поставщик «Белая дача», который очень детально относится к выращиванию всех салатов Салатные смеси тщательно моются в специально подготовленной воде из артезианских скважин У нас есть знаменитый поставщик на весь мир – это Паудин У нас в России сейчас уже проходит обжарка и перемол этого кофе 90% – это арабики и 10% – рабоста Рабоста как раз-таки добавляет тот самый горьковатый вкус «МакДоналдс» характеризует качество, культуру обслуживания, чистота и доступность Оборудование на кухне, моющие средства, программы обучения сотрудников едины для всех предприятий Уникальные машины из нержавеющей стали хорошо переносят большие производственные нагрузки Печь и холодильное оборудование регулярно проходят профилактические технические осмотры Например, линия фритюра осуществлена двумя фритюрами Один фритюр оснащен восьми ваннами, которые используются, каждая ванночка используется под определенный продукт Есть ванночки, которые используются только для рыбы, есть ванночки, которые используются только для курицы, только для крыльев, только для пирогов Эта масса ни при каких условиях не используется для другого продукта Есть шкафы, которые сохраняют температуру каждого доготавленных продуктов. Главная ценность «Макдоналдс» – люди. Именно им компания обязана четкой и слаженной работой на протяжении стольких лет. Многие из тех, кто стоял за кассой первого «Макдоналдс» в Саратове, сейчас занимают в компании руководящие позиции. Новичок к нам приходит, он тоже, для него это стресс всегда, да, что-то новое. И мы учим своих ребят, поддерживайте, да, потому что сами вспоминаем тот день, когда мы не знали, что это такое. Раньше было тяжело, тебя пускают, и ты не понимаешь, что делаешь, ты не знаешь, как крутить рожки, пять по шесть штук в одной руке, ты не понимал. Сейчас этому все мы обучаем. Ну, мне кажется, сейчас молодежь в такой степени развита, они раньше скованные все-таки были, сейчас они более раскрепощенные, они могут быстро найти общий язык. Для сотрудников здесь созданы все условия. Достойная заработная плата, гибкий график работы, возможность карьерного роста, полный соцпакет, дружный коллектив. Около 60% работников – студенты. Для них в «Макдоналдс» действует программа поддержки образования. Те молодые люди и девушки, которые и работают, и учатся на «Отлично», получают от «Макдоналдс» именные стипендии. 30 июля будет ровно год, как я здесь работаю. Так как я студент, очень удобно совмещать учебу и работу, достойная заработная плата для студента. Мне очень нравится работать, потому что я люблю общаться с посетителями. Я очень общительный человек. Также в «Макдоналдс» я нашла очень много друзей. Мне настолько комфортно со своими коллегами, что в свободное время мы проводим вместе. У нас есть совместные выходы куда-то в кино, либо мы выходим куда-то там покататься на велосипедах или еще что-то. Активное участие в жизни общества – еще один принцип, которого придерживается «Макдоналдс». Каждый год в ноябре предприятие проводит «Макхэппи-день». Благотворительную акцию с радостью поддерживают известные саратовцы. Для меня «Макхэппи-день» – это настоящий праздник, которого я жду целый год. В этот день я откладываю все дела, все записи, эфиры и приезжаю сюда, в «Макдоналдс», чтобы посильно помочь детям. Я стою за кассой и принимаю заказы. Я хожу по залу и общаюсь с гостями. Я выхожу на улицу, чтобы как можно больше саратовцев пригласить в «Макдоналдс», чтобы они помогли тоже детям, чтобы они приняли участие в акции. Я считаю, что это очень благородная акция, и все вместе мы делаем большое, одно благое дело на пользу нашим детям. Я стараюсь всегда принимать участие в благотворительных акциях, тем более в таких крупных, как «Макхэппи-день», потому что это объединяет всех людей в городе, не только обычных, но и каких-то медийных. Мы все встречаемся в одно и то же время, в одном и том же месте, для того, чтобы мощным рывком помочь действительно тем, кто нуждается в нашей помощи. Теперь помогать фонду «Дом Роналда Макдоналда» можно не только раз в году, а ежедневно. Ведь с продажи каждого детского обеда с игрушкой «Хэппи-мил» один рубль перечисляется на программы фонда. Для меня самое главное и самая важная часть вот этого всего мероприятия, чтобы к тебе подошел ребенок, дал тебе руку, сказал, что «Дяденька, спасибо, мы делаем глобальное классное дело, мы делаем, ну, хотя бы на какое-то время наших детей счастливыми, не обязательно нашими, все дети наши». Сегодня «Макдоналдс» – одна из самых крупных сетей предприятий быстрого обслуживания в мире. Чтобы сохранить лидирующие позиции и соответствовать современным трендам, а также дать посетителям возможность ощутить настоящий опыт будущего, компания постоянно развивается и добавляет что-то новое. Так, например, глобальные изменения коснулись дизайна предприятий. Если до этого мы могли говорить только о стульях, допустим, на металлических ножках, то сейчас в «Макдоналдс» можно увидеть мягкие диваны. Это действительно комфортно присесть. Кто-то любит сидеть за барной стойкой, смотреть вдаль, допустим, да, или молодежь, которая любит, ну, что-то высокое, да. Во всех предприятиях для удобства гостей появились терминалы самообслуживания. Больше гостям не нужно стоять в очередях в ожидании своего заказа. Специальные сотрудники «Макдоналдс», используя в процессе чувствительные GPS-навигаторы, доставят его непосредственно к столу. Не надо стоять, ждать заказ самостоятельно, его приносят, достаточно быстро находят. Мы, кстати, пользуемся. Стоишь в очереди, неослеживаешь свой заказ, можешь сесть с друзьями пообщаться, и официально-то сами приносить еду. Это достаточно удобно. Убедились в этом сами только что. Удобно, потому что не надо стоять возле кассы. Сразу пошел за свой столик, выбрал, какой тебе понравился, и вам принесли. Не надо ходить с подносом. То есть очень удобно. В юбилейный год компания не только принимает поздравления и подарки, но и сама преподносит подарки своим посетителям. 14 мая «Макдоналдс» запустил долгожданный сервис доставки еды через приложение «Яндекс.Еда» и «Деливери Клаб». Теперь позавтракать любимым омлетом «Маккомбо», пообедать гиптейстер с картофелем фри или поужинать гриль-гурме с салатом жители города могут, не выходя из дома. Курьер в яркой киперовке доставит свежеприготовленный заказ в течение 30 минут. «Макдоналдс» с днем рождения! Я желаю, чтобы все твои идеи находили реализацию, площадку, команду и аудиторию, приносили результат и доставляли удовольствие. С 15-летием! Я поздравляю «Макдоналдс» с днем рождения и желаю ему, чтобы картошка в ней никогда не кончалась и процветание. «Макдоналдс» с днем рождения! Желаю тебе побольше клиентов, побольше веселых компаний, чтобы каждый здесь нашел свое место, чтобы каждый здесь был как дома. Желаю счастья, прогресса. Желаю тебе открывать побольше ресторанов в нашем городе и развивать меню. Поздравляю «Макдоналдс» с 15-летием, желаю активно развиваться и очень добрых гостей. «Макдоналдс» я люблю тебя! С днем рождения! Субтитры создавал DimaTorzok